Приветствую вас. Для начала, мне кажется, нужно разобраться с тем, чтобы вы ответили себе на вопрос такой, что делать, чтобы что? Ну вот, действительно, что делать, чтобы что? То есть у вас какой запрос вообще идёт? Как бы изначально? Вы чего хотите? То есть вы хотите, там, я не знаю, например, замуж, допустим. Вы хотите семью, допустим. Или вы боитесь своего мужчину потерять, допустим, по какой-либо причине. Понимаете? То есть что делать, чтобы что? Вот это, пожалуй, очень такой важный момент. Начало. Для начала определить свои собственные желания. Да? Это первое. И самое важное. Потом посмотреть, как мужчина может ваше желание удовлетворить. Есть ли у него способы для того, например, чтобы сделать это? Или у него этих способов, чтобы удовлетворить ваши желания, например, нет? И тогда, в таком случае, тут хоть пытайся, хоть не пытайся, как бы, не особо чего изменится. Потому что, если мужчина не может удовлетворить ваши желания, то, соответственно, вряд ли он это и сделает. Если вы, например, допустим, даете ему достаточно мотивацию, чтобы это делать, то это другой вопрос. Но, в любом случае, пока, пока что, вот на данный момент, я полагаю, что это ключевое условие, которое вам нужно для себя выявить. Что делать, чтобы что? Я сама всего хочу, как бы. Понимаете, да? Я надеюсь. О чём идёт? Дальше. Дальше. Значит, вы пишете, что мужчина ваш нерешителен и сомневается, значит, в том, чтобы брать вас замуж. Вот. Вообще-то говоря, полтора года, это не такой уж очень большой срок, если честно. Чтобы, ну, чтобы стремиться к домужеству. Обязательно. Вот. Но, я думаю, что вам надо бы постараться понять, а мужчина-то чего хочет сам мужчина. Вот, у него сложности есть какие-то, у мужчины? Вот вы говорите, что у него есть сложности, там, с тем, что, значит, значит, что у него традиции не позволяют. Вот. То есть, это противоречие. И это противоречие, оно само по себе не уйдёт. Возникает вопрос. Как вы с этим противоречием живёте? И живёте ли? То есть, ну, грубо говоря, можете ли вы жить с таким противоречием? Тут нужно разбираться с тем, как мужчина его сам для себя решает и так далее. Давить на человека, конечно, не стоит. Именно давить на человека. Но, я полагаю, что вам нужно обосновать свою позицию, сделать это по возможности чётко, понятно для мужчины, чтобы эта позиция была для него ясна. И, чтобы у него не оставалось сомнений. То есть, как бы, вы, вот, если чувствуете, что ваши отношения, они, скажем так, ну, может быть, простаивают, или, может быть, вы не получаете того, чего хотите, или, может быть, например, вы мало видитесь, или вы хотите уже жить вместе и так далее. То, может быть, имеет смысл вначале подумать просто о том, как вам вместе жить. То есть, просто подумать о том, чтобы чаще видеться. И, может быть, имеет смысл подумать о том, как бы вы могли помочь своему мужчине вот эти вот противоречия, которые у него есть преодолеть. Потому что, ну, если они у него есть, эти противоречия, то очевидно, да, что сами это по себе, они не уйдут. И, как бы, сами по себе они никуда-никуда не денутся. Вот. Поэтому здесь нужно все-таки вот так на ситуацию посмотреть. Вот. То есть, определите для себя, чего хочется вам. Опять. И подумайте о том, как бы вы могли сами, да, то есть, как бы вы могли самостоятельно и самостоятельно мужчине, ну, помочь помочь решить его конфликт. Ну, вы увидите, хочет ли он решать этот конфликт или нет. Вы увидите, хочет ли он как-то от него избавляться или нет. Если вы увидите, что он не готов это делать. Да, то есть, то есть, ну, не готов, грубо говоря, разбираться со своей проблемой. Ну, значит, что ж. Таков его выбор. И вы, вы выбираете тогда тогда более серьезного мужчину. Понимаете? Вот. А здесь нужно просто сделать этот самый выбор вам. Но при этом, если вы его любите, то вам, по идее, должно быть все равно, значит, замужем вы за ним или нет. Если вам не все равно, то здесь, помимо замужества, то есть, помимо любви, вероятно, имеют место быть какие-то еще аспекты, о которых вы не говорите. Те аспекты, что делают ваше желание замужества более значимым. Вот. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Вы можете простимулировать мужчину, если считаете, что уже пора, и если у вас есть куда въезжать, если у вас есть где жить. Вы можете простимулировать мужчину, сказав ему, что хотите жить на месте. Хотите разделять с ним быть, хотите засыпать и просыпаться с ним, ну и так далее. Вот. И может быть это не простимулировать его непосредственно на замужество. Но, по крайней мере, даст ему четкое понимание того, чего вы хотите. И если это четкое понимание вы ему дадите, то, по крайней мере, по крайней мере, мужчина будет знать, чего вам хочется. А это, в свою очередь, будет означать, ну, если вы ему дадите понять, чего вам хочется. Это будет означать, что, как бы, действие за ним. То есть, либо он делает, либо нет. Вот. И это уже будет его характеризовать, как мужчина. Вот. То есть, тут важно отделить именно ваши желания, связанные с собой. То есть, свои собственные, например, страхи, амбиции, там, проекции и так далее. Ну, вот. Которые вы облекаете в, собственно, желания замужества. Вот. Действительные, действительные потребности быть с человеком вместе. Вот. А так, если вы мужчине даете все, что хотите, да, например, например, если вы мужчине показываете, что, вот, вы можете сделать его, грубо говоря, самым счастливым человеком на свете. Вот. Если вы ему это даете, то он сам сделает вам предложение. А если он предложение не делает, то вы видите, как бы, что его все устраивает. Ну, значит, соответственно, здесь нужно говорить о том же, что, ну, как бы, самостоятельно намекнуть мужчине, а, ну, на это. Что, как бы, пора уже может быть. Вот. С другой стороны, если человек, а, такой вот, э, нерешительный, то очень может быть, что он таким и будет, и вы его не поменяете. То есть, что, э, э, выявите свои желания и посмотрите, как мужчина их, это желание ваше, э, реализует. Также, э, подумайте, что для вас любовь. То есть, как вы, э, готовы своего мужчину любить. Вот. А, я полагаю, что более конкретные рекомендации вы сможете получить, если более подробно изложите свои эфирсы, потому что, исходя из того, что вы написали, пока однозначно выводов сделать нельзя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Офигreatивайтесь. Продолжение следует...